Обычно снимаем мерки. Итак, вы все видели этот трансформер на Галине. Наша задача связать ее на куклу. Поскольку в мастер-классе Галины указаны четкие мерки. Вот столько сантиметров туда, столько туда, все, вяжете полотно и складываете. Фишка именно в сложении, как вы понимаете. Но мы не можем провязать там полтора метра, потому что у нас кукла. Поэтому мы снимаем мерки. И более того, мы все с вами разного размера, поэтому вот традиционный вот такой подход тоже не всем подходящий. Мы снимем мерки и такой трансформер свяжем на себя по своим меркам, по своим пожеланиям. Итак, как снимаются мерки? Нужно всего две мерки. Берем, как обычно, в спину. Седьмой наш позвонок или какой-нибудь там выпирающий. Так, я не вижу, видно или не видно, можешь глянуть. Так, и от него вниз. Особенность этого трансформера такова, что он не может быть очень длинный. Почему? Я скажу немножко попозже. Он должен быть вот где-то от бедер, вот между талией и бедрами, вот где-то вот тут. У меня он 22 сантиметра. Я его сделаю немножко подлиннее, но скажу, что это уже не катастрофично, но больше не стоит, потому что придется делать присборку. То есть берем где-то вот на этом уровне, вот самая широкая часть, немножко повыше. Это первая мерка. И вторая мерка – это высота. Либо ширина, а высота сейчас будет другая. Смотри, с какой стороны вы вяжете. И сама длина полотнища. Берем от руки, через плечи и до руки. У меня получается, ну, где-то 65 сантиметров. Чуть меньше 65. Теперь смотрите, такой нюанс. Беру кисть. Поскольку это все-таки кофта, мне нужна будет примерно мерка, вот чтобы я буду делать зажим для руки. Где-то вот 12-13 сантиметров. Строится полотно, это длинное-длинное полотнище, вот такое вот. Ну, если они смотрели мастер-класс, он же как бы, в смысле, презентация. Да, вы видели презентацию, вы видели, как это все выглядит. То есть здесь у меня вот мои эти 22, а вот здесь у меня 70. Почему 70, если я намерила 60? 70, если я беру по мерке, это вот, вот то, что я намерила, 60, 63. Вот это длина моей руки, вот как раз 13 сантиметров. Вот сюда 13, там не 63, там на самом деле было немножко меньше, потому что всего получилось 70. Быстро сейчас промерила. То есть всего 70, из них 12 это на подгиб, одно, с одной стороны. И так, 70 минус 12, это 59, 58, конечно. У меня получается вот то, что у меня от руки до руки, вот этого длина, и плюс один обхват запястья, либо чуть повыше. Вот. Это те мерки, которые мы с вами сняли, и вот это полотнище мы должны связать. Спицами, я не знаю, какую вяжут, вдоль, поперек, это уж как вы хотите, как правило, вяжут все-таки длину, потому что вот 170 сантиметров, по-моему, нужно связать там полтора-два метра, наверное, никакие спицы не выдержат, поэтому вяжут. Снизу вверх открываете, закрываете, все как обычное. Связали полотно. Я сейчас покажу, что у нас получилось. Мы вязали не из кауни, но получилось практически кауни, но просто более мелкая секция. Кауни крупносекционная, поэтому во взрослом варианте вы получите примерно вот такой же вид, если будете вязать из кауни. Трансформер кауни. Ну, мы нашли пряжу, которая в масштабе очень... Пряжа в масштабе прям вот очень хорошо подходит, и нам она нравится, она мягкая, пушистая и вот такая вот очень яркая и позитивная. Вот мы из нее связали. Вот такое длинное-длинное полотнище вы должны связать. Теперь я вам открою еще один нюанс вязания секционкой. Обратите внимание, когда вы берете секционку, ну, как мы начинаем? Вот как начали, вяжем, 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 как пошло. 100%, я не знаю, 300%, что вы не выйдете на одинаковые края. Математик, 300%. Да, я знаю, у меня свои расчеты. Так вот, у вас будет, с одной стороны вы получите, ну, вот примерно так, зелененькую, с другой стороны коричневенькую. И будет у вас вот такая кофточка, зелено-коричневая, с одной стороны, один цвет, с другой, другую. Вы никогда не выйдете на одинаковые края. Вот, между прочим, у Галли, у нее связан целиком, у нее рукава разного цвета. А у нее не сильно отличаются. То есть у нее так все, если вы вяжете зеленое, там, оранжевое, нюансы. Если вам, вас устраивает, без разницы вяжите. А мы вам вот так вот решили, чтобы правильнее. А я вам сейчас рассказываю, не то, что правильнее, это нюанс. Хотите, делайте так, хотите, обратите внимание на вот этот момент. Если вы хотите, чтобы у вас кофта была абсолютно симметричная, вот видите, она с одной стороны, с другой, в общем-то, цвета разложу. Одинаковая. Коричневый цвет у меня попадается в середине. На самом деле, коричневого там должно быть больше всего, но его мало, потому что он в середине. Начинаете с одного края, довязываете до середины. С этого же места секции. Ну, не пожалейте секционки, отмотайте, вяжете. Вторую часть связали до середины и сшили горизонтальным трикотажным швом. Кто знает горизонтальный трикотажный швов, тот всегда на шаг впереди, кто не знает, добро пожаловать учиться. Потому что дом вам не построить с такими знаниями. Учтите, всему надо учиться. Так вот, сшили так, что у вас никаких швов нет. И получили симметричное изделие. И теперь ваша задача, его только сложить аккуратно, качественно прошить. Прошить либо швом незаметным, либо простым, либо отделочным. Это уже ваши нюансы, ваше видение, как вы хотите. Может, вы будете вязать не секционки из простого полотна, а может, полосочки, может, еще как-то. Поэтому, может быть, нитка такая, что там отделка только мешать будет. Не знаю, с чего будете вязать. Поэтому выбирайте сами, как вы будете отделывать. И начинаем это изделие собирать. Сложностей вообще никаких нет. Так, мне только линейка нужна для того, чтобы все было все-таки более-менее ровно. И булавку. Сейчас мы все это сколем. Ну, а сшивать-то мы как будем? Ну, а сшивать-то надо сначала. А-а-а. Я же должна разметить-то должна. Это я просто очень хочу получить готовое изделие. Нервничай сильно. Не надо нервничать. Мы сейчас все сделаем. Итак, мы намерили 13. Ну, 13 очень много, учитывая, что изделие тянется. Я буду делать 10. Так, вот эти 10 сантиметров я складываю так. Вот так я не вижу. Видно там? Я, оказывается, сегодня... Видно, видно, все нормально. Я, оказывается, сегодня забыла выслать приглашение на мастер-класс. И... Так, вот они, 10 отмечаю с этой стороны. 10 отмечаю с этой стороны. Очень тянется, поэтому не буду делать 12. То есть так. Вы же понимаете, что это трансформер, это бесформер. Вот прям так скажем. Поэтому чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Это не вточное изделие. Это изделие, которое позволяет нам не вольности, а более-менее свободу движения. Так, берем край, заворачиваем до булавки. Вот. И эту булавку сюда присоединяем. Девочки, не забывайте нажимать лайки, дизлайки, кнопочки соцсетей и т.д. и т.п. Так, пооткололи. И теперь берем вот этот край длинный от точки булавка до самого конца. Вот, вот сюда мы его прикладываем. Поэтому смотрите, если у вас будет длина, вот это, естественно, вот эта вот длина. Если она будет слишком длинной, вы вот эту вот часть не заложите. Вам придется делать сильную-сильную сборку. Потому что полотно должно лечь мягко. Вот оно у меня сейчас, видите, не ложится. А мы его положим, потому что булавка сколота вот тут мешает. Мы его сейчас очень аккуратно раскладываем. И оно у меня остается... Вот здесь вот центр, видите, вот здесь я сшивала. Должно быть расстояние от плеча до плеча хотя бы. Потому что если вы соедините прям вот там сзади обе части, у вас будет мешок. У вас должно идти оно по плечам. Поэтому... Так, Мария, переживай, что не сначала. А что не сначала у нас? Связание? Не связание? Связания еще не было. Мы схемку делали. То есть мы ничего не вязали, поэтому вы с самого начала... Мы на самом деле только начали. Вот здесь остается не сшитая часть. Это будет шея. Она так и останется. Поэтому смотрите-ка. Вот это все прикладываем. И смотрим, какая у нас ширина. Главное, чтобы все это симметрично было. Вот легло ровненько и хорошо. То же самое делаем со второй частью. Вот этот длинный край укладываем от булавки до шеи. У меня кукла маленькая. Прежде чем вы начнете сшивать, пожалуйста, примерьте на себя, посмотрите. Нравится вам, не нравится? Если не нравится, если хотите по длине, можете подтянуть туда, можете подтянуть в другую сторону. Вязание, оно эластично. Оно примет ту форму, которую вы его попросите. Это не шитье, когда все очень жестко и без вариантов. У нас сплошные тут варианты. Делайте, как вам удобно. Заложили. Собственно, смотрите, мы с вами и собрали этот трансформер. Вот он и есть. Вот сюда мы надеваем ручки, вот сюда наши кисти выходят. И вот так вот он лежит. Это и есть вот этот трансформер, в котором видели фотографию Галины. Все, ничего другого тут нет. Сзади он смотрится вот так. Впереди он смотрится вот так. Мы сейчас соединим и наденем его на куклу. Для того, чтобы соединять, я скалываю. И соединять буду косичкой. Косичкой на машинке быстренько. Я перемотала. Видите, для того, чтобы у меня получили, Светлана, у меня такую задачу, чтобы было ярко с одной стороны и как попало имитацию кауна. Вот пришлось вот аж вот столько отмотать от клубка, чтобы у меня с зелененького и зелененького начиналось. Потому что секция большая. Поэтому, девочки, смотрите, будете вы начинать, откуда моток начинается, либо будете начинать, выбирая секцию. Более того, смотрите, если у вас вы начали какую-то деталь прям с мотка, вот моток пошел, вы связали, вам нужна асимметричная деталь. Посмотрите, с какой секции начинается второй моток. Потому что, может быть, очень нехорошо. Если у вас будет, например, два рукава с разными секциями или две полы с разными секциями, это не очень хорошее качество вязания, прям скажем. Так, подсоединяем. И секционка вообще очень сложный материал, очень своеобразный. И он не требует небрежности, ой, не выносит. Он показывает все недостатки сразу. Поэтому я бы не советовала неопытным вязальщицам сразу браться, например, за какие-то сложные секционные изделия. Вторую фонтуру, кофту из секционного короля, да? Да. Все требует осмысления и привыкания. Пока вы не начали ходить, не учитесь бегать. Если вам говорят, что вас научат за два дня, за три занятия и прочее, ну, подумайте, чему вас научат. Чему научат, да, и вернут ли вам деньги. Каков будет ваш итоговый опыт? Потому что люди учатся и вяжут всю жизнь, но, наверное, они научились этому не за одно занятие. Это ручная работа. Как бы мы ни называли, это хендмейт. Это ручная работа. Ручки, ручки, ручки в собрании. Собрать, рассчитать, сшить, обработать. Это все ручная работа. Если у вас нет навыка, не будет и хорошего изделия. Так, наконец-то я вижу, что я вам показываю. Ну, зато я всем ответила, 15 человек попросили ссылку. Так, вот то, что у нас вышло. И сейчас мы с вами вот эту часть будем соединить на машинке. А так хочется быстрее, Светлана, говорят. Конечно, хочется. Хочется, но, понимаете, это же мечта волшебной таблетки. Это то, что специально подогревается, чтобы люди платили. В надежде, что да. А потом говорят, ну, слушайте, таблетка-то волшебная, ручки у вас кривые. Ну, и не входите к нам с кривыми руками. Вот что вы хотите. Быстро, качественно, дорого. Вот все как обычно. И более того, что вы хотите иметь? Кривые какие-то вещички или постепенно, но классно? Так, сшиваем. Сшивать буду вот этой же секционкой, которую отмотала коричневой. Сверху сделаем две косички. Опять же, вопрос о том, что вот один мастер-класс или другой мастер-класс, или третий мастер-класс. Ну, можно вязать, например, кофты специализируются, но вы никогда не узнаете, что эти приемы, как эти приемы можно использовать в шапках, например, или в рукавицах. Или если вы всю жизнь вяжете носки, то там те же самые приемы использованные. Например, вы знаете, как связать 15 вариантов носков. Да, вы знаете их, но вам в голову не придет, что эти же приемы можно использовать в кофте. Если вы кофту не проходили, вот оно останется у вас за кадром. Поэтому мы все-таки стараемся так, чтобы один и тот же прием вы увидели многократно, повторяем, в разных вариациях. И вы тогда поймете, что на самом деле вязание – это вот всего лишь провязывание петелек. То есть это все время вы одно и то же делаете, но выглядит в итоге по-разному из-за того, что разное количество петель. То есть это не что-то такое вот особенное. Это все время одно и то же. То есть чем больше вы знаете, тем оно для вас будет становиться проще. Это два варианта простого. Когда человек ничего не знает, ему все просто. И когда человек все знает, ему тоже все просто. А в середине муки, кровь и прочее, слезы. И вы просто не машите с этажа. Ставлю меточку, откуда я начинала. И ставлю меточку, где я должна закончить. Это важно, чтобы не... Вот, так вот если вы все время вяжете трансформеры, вы никогда не научитесь вязать кофты. Потому что если вы вяжете, например, трансформеры из кауни или трансформеры из пуха, из... Как он называется? Тонкая пряжь. Ну да. Вы не сможете вязать террас с объемными косами или еще с чем-то. Для вас это будет неизвестно. Вы не будете знать, как подгонять эти рисунки. Потому что, например, те, кто вяжет из кауни, никогда не делают на ней рисунки. То есть, ну, в крайнем случае, жаккар, да? Никакие объемные рисунки не делают. Потому что это уже получается избыточное количество нюансов в одном изделии. То есть оно уже перестает играть. То есть оно уже становится некрасиво. И мы с Натальей сейчас готовим мастер-класс по вязанию этого же трансформера, но в черно-белой графике. И Наталья меня все время отговаривает, она не хочет, но вот я хочу сделать трансформер из квадратов. Причем так, чтобы эти квадраты стыковались, чтобы было непонятно вообще, откуда что связано. Ну вот я люблю как бы математическое вязание. Вот, как говорится, математик. Я применяю математику везде, где только можно. Вот в том числе и в вязании. Мне это очень нравится. Поэтому мы готовим мастер-класс, и я думаю, что для вас это тоже будет удивительным. То есть если вы свяжете вот такой кардиган, как сейчас из кауни, но вы в жизни никогда не догадаетесь, как связать кардиган с этим графическим рисунком. Ну, если вам не расскажут, как его вязать, но сколько вы не вязали из кауни, вы никогда не свяжете этого узора, если вы не знаете вот ту математику, которую мы преподаем. Так, главное не перепутать теперь, где мы что берем, и начинаем набирать. Где метки ставите, не видно, спросили. А я метки просто пометила по рукаву и по части по боку, потому что, видите, я разобрала изделие, можно навязать узелочки. А почему у тебя просто равнозначно? Просто вот там разноместо, на том месте, где я делала соединение, поставила вторую блоку с другой стороны, чтобы я, когда буду соединять с косичкой, чтобы не уехала никуда. Можно было сметать. На самом деле косичкой не скажу, что мне очень хотелось бы здесь сделать соединение, но сделаем. Вот девчонки спрашивают, а будет ли запись? Значит, можно уже, я думаю, что раскрыть секрет. Потому что мы вяжем сегодня по просьбе Галины Шевченко, в поддержку ее вязального совместника, где девочки вяжут на спицах, мы вяжем, точнее, мы не вяжем, видите, он уже связан. То есть это прямое полотно. Ты рассказала, да, как это соединяет? Да, все, все. Я думаю, что если вы умеете прямое полотно связать, то вы как-нибудь его сможете связать, вот этот прямоугольник. А все нюансы здесь как раз идут именно в сборке, в расчете. И для поддержки этого проекта вязального этот мастер-класс будет оставлен в открытом доступе в течение, наверное, недели. После этого он будет переведен на доступ по ссылке, а после этого он будет закрыт и перейдет в разряд уже обычных наших мастер-классов. Поэтому мы с вас не будем требовать отчеты. Отчеты с вас будут требовать Галина. Вот, поэтому в этом сегодняшняя фишка. Но, конечно же, мы будем очень счастливы, если вы нам пришлете отчет. Потому что мы тратили... А что не привязать-то машинку? Потому что лень такая большая. Потому что там не лень, а наложится. Мы будем счастливы, если вы пришлете отчеты, потому что все-таки мастер-класс, полученный от другого мастера, он требует переосмысления. И мы затратили достаточно много времени для того, чтобы его подобрать под нашу пряжу, чтобы продемонстрировать вам, как вязать из кауни, чтобы вы с этим разобрались, и чтобы вы могли занять призовые места в конкурсе у Галины Шевченко. Потому что у нее тоже будут и призы, и всемирная слава. Да, и слава, и там будут идти девчонки со спицами. Я думаю, что вы их обгоните. Мы приложим все усилия, чтобы вы это сделали. Ну и вяжем простую косичку. Все, как мы делаем обычно. Косичку это я уже сто раз показывала, ее уже, как все, наверное, видели. Самое главное, совмещать метки. Вот то, что я их поставила. Конечно, лучше завязывать веревочки, потому что убегают иголки, а веревочки у нас вечные. А можно однотонные? Можно однотонные? Мы вам просто покажем. Галина специализируется на кауни. Если вы посмотрите, то у нее в презентации этого мастер-класса там есть и полосатенький такой, но есть и скалы. Мы решили, что я действительно фанат кауни, я люблю, но Наталья не вяжет. Вот она не фанат. Поэтому я теоретический фанат. Именно поэтому я настояла, чтобы мы достали из-за кромов пряжу, которая по свойствам напоминает кауни. Но как называется пряжа? А ты анонс запишешь? Запишу, запишу. Вот она пряжа. Вот она. Но надо понимать, что когда вы будете ее вязать на машине, то у нее секции будут для нас. Секции небольшие. Небольшие секции. Ну, хороший состав. Махера акрил. То есть она и мягкая достаточно, и в то же время держит форму, и не потеряется у вас, в отличие от недорогих, чисто каких-нибудь махеровых изделий. Антонина, как-то спрашивать непонятно. Начальный и конечный ряд косички? Чего? Да, косички, косички. Начинаем, закрываем, как хотите. Ну, вот на самом деле, смотрите, здесь я набрала косичкой и начала, конец. Но учитывая, что эта косичка у нас идет к плечу, смотрите, можно оставить и открытые петли. У меня просто не было такой задачи сделать у вас сейчас. Ну, смотрите, отчеты натуральную величину или на куклу можно? Девочки, вы же все вошли в состав совместника у Галины. Вот туда вопросы задавайте. Потому что я, честно говоря, не знаю, на кого вязать. Мы вам показываем на куклу, потому как мы трансформеры, не фанаты трансформеров, на себя. То есть я их люблю придумывать, но носить я их не очень люблю. И потом мы должны показать вам, откуда берутся мерки, чтобы вы все-таки вязали не по чужим меркам, а по своим. Вот задача нашего курса. А можно не соединять косички? Можно. На самом деле косичка – это наша. Мы предлагаем вам, чем отличиться от участников Галины. Вам же нужно чем-то от них выпендриться. Не только скоростью. Да, не только скоростью, но и чем-то каким-то нюансом. Поэтому мы от вам такую косичку. Все-таки у вас не так много будет. И хотелось бы, чтобы именно наши ученики заняли призовыми снегами. Мы будем за вас болеть. Да. Очень хотелось бы, чтобы вы не только Галине прислали то, что у вас получится, но и нам тоже. Татьяна пишет, пока ссылку дождешься и допросишься, полсоминара пропустишь. Ну, Татьяна, мы эту проблему постараемся решить, потому что оказалось, что у меня на втором компьютере совершенно не дает доступа к ВКонтакту. Он требует пароль. Если бы я сейчас начинала еще пароли туда заводить, то вы бы вообще этого семинара никогда не увидели. Поэтому на другом, на ноутбуке у меня идет все-таки трансляция, и там все эти слайды, и все. Поэтому, ну, были накладки. Все останется в открытом доступе, и вы сможете в любое время посмотреть и все это связать себе. Ну, к следующему разу я сейчас себе напишу записку, чтобы установить эти штуки, да, а то я учитывая, передать сбросилась. Мы можем сделать косичку с одной стороны и показать варианты. Клавдия говорит, за объяснение мерок отдельная мерси. В том-то и дело, что у Гали, у нее общий такой мастер-класс. Она говорит, набрать там 170 сантиметров, либо набрать столько-то петель и провязать. Мы специально вам рассказываем мерки, чтобы вы при ваших габаритах связали именно на себя. Не усредненные какой-то там, которые будет мало, из которого будут руки торчать по колено, а все-таки действительно связали на себя. И чтобы вы не просто в конкурсе участвовали, а действительно носили. И поэтому мы здесь выступаем как соавторы, я бы сказала. Смотрю, может, кто чего-то там написал, где я не вижу, потому что пикает. Ну, в общем, здесь в этом мастер-классе самое непонятное было, откуда какие углы. Откуда чем берется, да. Потому что вот действительно, вот как бы, и нам мы тоже сидели, было непонятно, на тряпочке разложили и поняли. А ты уголки не складывала, да, мне показывала? Как не складывала? Нет, вот этот, вот этот уголки не складывала. Нет. Как уголки? Ну, как на этом. Ну, ладно. Я догадалась, как его сложить, откуда что берется, только тогда, когда ночью я проснулась в поту, побежала скорее зарисовывать, потому что я поняла, откуда что берется, только тогда, когда сложила этот трансформер в плоский. Вот уголки, он нарисован в таком объемном формате, и там плоско не сложить. Я придумала, как его сложить плоско, и, как говорится, у меня тут параллельные пересеклись. Ну, у тебя, чтобы сложить плоско, он четко должен соответствовать длине, ширине и прочему. То есть, если вы поступаете вольно, примерно что-то берете, у вас вот он так плоско и не сложится. Если вы... Так, Елена не видела, как снимать мерки. Ну, Елена, посмотрите в этом записи миллион раз. Ну, поскольку свободно все, посмотрите. Да, все будет неделю вам свободно, поэтому смотрите. Так как это у нас не обычные посиделки, а все-таки именно такие информационные, поэтому... Так. Как поместить на фото надпись, связанную по урокам Некрасовой? Ирина, значит, ну, я сейчас попробую найти пока, брошу вам ссылочку. Вот тут вопрос такой, Антонина спрашивает. А я не знала, что вы будете соединять косичкой, а для соединения вертикального горизонтального рядов сделать аккуратный шов, думала, может, дополнительной ниткой с закрытыми петлями? Делайте, как удобно. На самом деле, я просто... У Галины нет вообще рекомендаций. У Галины вообще нет рекомендаций. Снимайте, как хотите. Как хотите, да. Вот вам показано, куда... Там просто стрелочки нарисованы, вот туда. И все, вот как хотите. Хоть крючком, хоть на машинке, хоть... Я бы сказала, что этот мастер-класс вот в таком виде, как вот он в PDF, это все-таки тоже как головоломка, да, возможность придумать и как-то воплотить свою идею. Вот мы ее воплощаем вот в таком виде и делимся с вами. А вы сами решайте, нужен ли такой или другой вариант. Если вы знаете много чего, много вариантов, много возможностей, у вас руки развязаны во всех направлениях, делайте, как вам нравится. Не смотрите чужие схемки, не смотрите чужие... Делайте, как вам нравится. Потому что одни любят косички, других терпеть не могут. Одни нравятся скрытые швы, другим отделочные. Не ведитесь на поводу. То есть вы, когда много знаете, вы делаете так, как вам нравится. И вы всегда будете в комфорте находиться. Уже нет, когда вы вынуждены пользоваться чужими какими-то указаниями. Так, а ты все одной косички в одну сторону? Я вторую косичку вообще не буду делать, покажем без косички второго плеча. Разные варианты. Отлично, отлично. Я просто сейчас про косичку расскажу, что лучше, как лучше делать. Машина была, если не секрет. Не во два. Не во два. Старинная, старинная советская машина была изготовлена в Ленинграде. Еще тогда это был Ленинград. Завод у нас по изготовлению тех машин был. Машина, не имеющая сносу. Ну, девчонки, говорят, тоже уже начала не видела, где мерки даны и куда брать. Потом еще раз посмотрю это видео. Так, хотела бы тоже про мерки узнать. Ну, про мерки вначале Светлана Рудик пишет. А я тоже тренировалась на полотенце. Да, здорово. За сборку огромное спасибо. Тоже не могла понять, как и что соединять. Ну, девочки, вот вы будете идти впереди тех, кто идет своим ходом. Вот в чем отличается мастер-класс от того, что вы где-то найдете описание или еще что-то? Вот это вот описание, оно и есть. Человек поделился не для того, чтобы вас научить, а чтобы у вас было. Ну, а там дальше, как говорится, что хотите, то и делайте. Если же вы платите... Вот это формат бесплатной информации. Если вы платите, то вы получаете гораздо-гораздо больше информации, и вам не надо тратить время на то, чтобы самим все это придумать. Но, как говорится, либо время, либо деньги. Выбирайте. Мы за вас все это сделали, и, соответственно, мы хотим за это получить какие-то деньги. В этом и заключается обучение машинному вязанию и всему остальному. Мы потратили время на то, чтобы это изучить, и изучить то, как вас научить. И это наш труд, который позволяет нам зарабатывать себе на кусок хлеба. Поэтому, если вы не готовы это платить, значит, вот то, что мы сделали, чтобы вам передать, вам придется это сделать самим, но вы потратите на это гораздо больше времени, чем если вы придете к нам учиться. Так, ну, косичка делается моментально. Это один из самых простых и быстрых способов. Так, сбросьте ссылочку, как поместить фото. Так, сейчас попробую еще раз и сюда тоже написать. Я записала специальный мастер-класс по тому, как подписать через Аватан. Есть очень много разных программочек, которые позволяют вам в интернете делать подписи. Поэтому я поделюсь одной, а вы уже дальше сами решите, как вам это делать. Главное не забыть еще провести розыгрыш. Ой, да. Пока я буду соединять без косички, вы проведете розыгрыш. А то мы тут увлеклись сегодня, да, сильно. Так, ну, последние три петли в одну сторону. Три петли в другую. Так, можно соединять. Вот кто хотел подписать, я вам бросаю работу через Аватан. Поэтому, пожалуйста, изучайте. Значит, всякие инструкции по тому, как подписать, как загрузить ВКонтакте, как участвовать в розыгрыше и прочее, находятся у нас на сайте, который называется «Квадрат Некрасовый». То есть если вы наберете в интернете «Квадрат Некрасовый», вы найдете наш сайт, и там все это написано. Если не знаете, где найти, то есть и квадрат не можете найти, ищите «Избу вязальню», «Избу вязальню» найдете. Там есть ссылочки на наши группы ВКонтакте. И в крайнем случае пишите мне через координаты на сайте, и я вам присылаю всю недостающую вам информацию. Только вяжите. Только учитесь и вяжите. И получайте удовольствие. Потому что если вы не умеете вязать, удовольствия у вас не будет от вязания. Будет удовольствие от чего-то другого. Так, вот наш рукав, соединенный косичкой. Лада говорит, да меня только дошло, что сегодня вторник. Девочки, я сегодня, извиняюсь, я забыла. Я вчера всех предупредила, что будет мастер-класс. Сегодня я прибежала вот перед самым мастер-классом и просто даже не успела рассылку отправить, потому что мы с Натальей перед самым мастер-классом тут это все расставляли и просто даже забыла. То есть я сегодня весь день отсутствовала, и поэтому просто забыла даже выслать ссылку. Но я надеюсь, что... Я не сильно волновалась, потому что мастер-класс будет какое-то время в открытом доступе, и вы сможете попользоваться им. А это косичка или это было... Это косичка. Или это что-то другое, да, канализ? Ух ты. Ага, ага. Косичка как есть. Здорово смотрится. Так, коричневая косичка. Но это потому, что следующая секция должна была быть коричневой. Видите, какая нитка? Она и коричневая, и желтая, и рыжая, и зеленая. Мне очень нравится. Люблю такие насыщенные цвета. Мы когда с Светланой покупали несколько этих пряж, просто было не оторваться. Поэтому мы купили всех. И раз не кауни, то вот из этой пряжи, нако, нако-махир, мы с вами будем вязать, имитировать. Ну, то, что кауни изначально не очень нравилась, потому что... Ну, нельзя любить. Не то, что мне казалось. Мне ничего не кажется. Я все прекрасно понимаю. Но вот есть, и человек что-то любит, а есть не любит. Кажется, мне там ничего не кажется. Я прекрасно понимаю эту пряжу. Но есть вещи, которые нравятся, а есть вещи, которые не нравятся. Вот только исходя из этого. Вот у нас лежит душа в квадратном, прямо скажем. Да, вот к ярким... Вот они понятные. Вот понятные. С кауни нужно разбираться, потому что она очень... Не то, что непредсказуема, а... Но это непростая пряжа. Это пряжа с историей, с историей, прямо скажем. И если за нее просто так браться, вот просто так и получится. Это вещь, не выносящая суеты. Вот с ней надо разбираться, с ней надо очень так... Экспериментировать. Либо кто-то должен рассказать, вот очень подробно. То есть, как бы это действительно не на один день. Либо сами будете набирать. Не на один день. Причем самые большие ошибки, когда девушки не понимают. Они не как вот сами, как получилось, так и сделали. Но и получается, вот они не видят этих ошибок. Они не видят, что секции не лежат. Не видно. Ну, вот уже не тот вид сразу у изделия, когда оно вот сделано на обу. Поэтому не могу сказать, что это так. Нет, вот когда говорят, я купила пряжка, у нее связала. Ну, как бы, ну, связала, связала. Но если вы сравните, как связал мастер и как вы связали, то, в принципе, вы можете даже не заметить. Вот как дети рисуют маму, да? Я тут выложила в группу фотографии. Какие красивые мамы там. Какие красивые мамы, да. Одна другой краше. Но дети, они уверены, что вот именно так мама выглядит. Что ты, вот, ты смотри, глаза есть, нос есть. Да это ж ты. Вот примерно так же. Чем более, чем больше мы умеем рисовать, тем больше, ну, в смысле, тем больше мы что-то умеем, тем больше мы видим недостатки. Если мы ничего не умеем, то кажется, ну, гениально. Просто гениально. Поэтому, ну, можно оставаться на том уровне и считать, что я гений. А можно поучиться, и тогда ты понимаешь, что, боже, боже, ничего не умею, ничего не знаю. Вот у нас на каком курсе начинается метание? На четвёртом или на пятом? Ой, где-то ближе туда начинается, когда они уже умеют много достаточно и начинают метаться, что, ой, я же выяснила, что я ничего не умею. Это вот как раз ступенька роста. Когда человек поднимается, у него нет опыта, но есть уже знание, как это должно быть. Вот там начинаются самые большие проблемы. Не с вязанием, а чисто психологически. Когда она знает, как должно быть, но понимает, что она ещё так сделать не может. И кажется, а чего не может-то? Вот тебе машинка, вот тебе руки, вот тебе инструкция, да? А вот не получается. А вот не получается. Говорит, до этого всё было хорошо, теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. А до этого было хорошо, потому что опыта было мало, да. Так вот, получившись ещё немножко, вот эти проблемы уходят, уходят, она понимает, что действительно понимает, действительно у неё всё получается. Но вот через эти метания обязательно надо пройти. Причём я девчонку успокаиваю, говорю, это происходит абсолютно у всех. И причём я помню, как меня мой тренер успокаивал, когда говорит, господи, да это нормально. Я не просто так на пустом месте об этом говорю, у меня очень хороший тренер был, не буду говорить чего, неважно. Он как раз именно об этом говорил. Это становление, ступенька. Если ты через неё не пройдёшь, как считаешь, то как это ты, ничего с тебя не выйдет. То есть обязательно надо понимать, к чему стремиться. И если ты видишь, что у тебя есть к чему стремиться, ты пойдёшь, и будет всё хорошо. Так, главное не запутаться, что я теперь делаю. Вот так. Это второй способ соединения. Это просто соединяю вот как по изнатке. Всё, обычно можно... Это то, к чему обычно... Как эти трансформеры соединяются. Да, просто сшиваете, как попало, вот и получаете вот такой эффект. То есть просто шов будет по плечу. Нюанс такой. Если у вас очень длинно получилось полотно вот это вот, нестыковочки какие-то, посмотрите на фотографии Галины. У неё по плечу идёт сборка. Обратите внимание, вы, может, не обращали внимания, вот сейчас посмотрите, на плече у неё такая хорошо видимая, явная активная сборка, потому что идёт несоответствие длин. Поэтому прежде, чем вы начнёте вот так вот сшивать, скололи булавками, надели на себя и прикинули, где у вас плечо, надо ли вам корректировать это всё. Скололи, подкололи, меточки поставили, меточки, пожалуйста... Вот я сейчас делала булавками, видели, у меня на протяжении всей работы эти булавки вылетают. Я на самом деле, когда делаю вещи, булавками метки не вставлю, только нитками. Ты сейчас покажешь, как не надо делать? Я сейчас показала, как не надо, чтобы побыстрее, потому что мы всё-таки много времени потратили. Если я сейчас начну навязывать эти нитки, это время будет ещё больше. Поэтому, когда вы делаете что-то вот такое основательное для себя, пожалуйста, метки ставьте. Не булавками. Ну, возьмите просто контрастную нитку и вот привяжите вот узелки. Всё, вы поставили метки. Отметьте, где у вас плечо начинается, где заканчивается, куда вам нужно сделать сборку, и тогда у вас идеально всё это сядет. Не пришивайте сначала, потом на себя надевайте. Померьте сначала. И всё, получите идеальное изделие. Даже если у вас где-то что-то, не стыковка с размерами, вы подтянете, там подтянули, здесь подрастянули, и всё идеально село. Это вязание, это не шитьё. Это такое благо, которое недоступно швеям. Так, ну вот. Просто надели. И просто сейчас закроем косичкой изнутри. Изнанку и в обе стороны. Закрываем. Самое главное, при сшивании косичка не перетягивает края, потому что если вы стянете, у вас получится жёсткий край, стянутый. Если вы совсем не дружите с косичкой, ну, тренироваться надо однозначно, учиться надо однозначно, но чтобы не испортить край, красивые вещи, если вы пойдёте к Галине на конкурс, провяжите один ряд, у вас машина сама всё ровненько соединит. И закрывайте уж как умеете. Главное, не очень туго. И хотелось бы, конечно, увидеть, что у вас получится. Очень надеюсь, что вы нам пришлёте. Свои варианты. Потому что, как бы мы ни показывали, мне очень нравится у нас не в квадратах, а особенно в мастер-группе. Я показываю. А девочки всё-таки делают своё. Своё видение. Это самое главное, когда по мотивам. Можно делать один в один. Это тоже становление такое. То есть повторяйте один в один, чтобы понять принцип. А дальше уже всё. Все мы разные. У нас и вещи нам подходят разные, и вкусы у нас разные. Даже у нас со Светланой иногда происходят стычки. Но учитывая, что... Ну, так как они не видят царапин на наших лицах, они думают, что стычек нет. По лицу не бить, да? По лицу не бить, да. Нет, на самом деле, учитывая, что мы всё-таки не... Куклы – это благо, потому что нет необходимости эти вещи носить. Потому что если вы связали, не носите, это как бы, ну, наверное, не самое правильное. Вещи, которые вы создаёте, должны иметь применение. В данном случае мы создаём уроки, а не вещи, поэтому, ну, у всех разные вкусы, и надо так, чтобы нравилось всем. Ну, максимально всем. То есть что-то мы делаем по моему видению, что-то по Светланиному, и в итоге получается, что как бы все довольны. Вот когда вы вяжете уже, вы должны вязать то, что вам нравится. На какой плотности вязали сейчас? То есть я так понимаю, что это косичку. Про косичку вопрос. Ну, некорректный вопрос, сразу говорю, потому что ниточка тоненькая, и ежели бы я вязала на акриле, это была бы плотность пятая, наверное. Здесь я вязала на восьмой. А на сильвере я вязала вот это вообще на десятки. Поэтому, ну, вот, девочки, про плотность тоже выбирайте, ту, которая подходит вашей машинке и вашей пряжи. Пряжа-то у вас не такая, и машинка у вас другая. Здесь я вязала косичку на восьмой, на сильвере я вязала вот это полотно на десятки. А если бы я вязала его плотненько, как бы не махер, то это была бы пятерка. Из чего вы будете вязать, на какой машинке? Вот, я продолжу по поводу вкусов. Самое сложное, когда мы учимся вязать, выбрать то, что вам нравится, когда вы подобрали, то, что вам действительно в душа лежит. Вот кто-то любит секционку, кто-то любит косички. К вам приходит заказчик, который любит что-то такое, чего вас, ну, тошнит, воротит вас. А вы должны сделать так, чтобы заказчик был счастлив. То есть переступать, абстрагироваться от своих «хочу-не хочу». Это очень сложно. Поэтому, когда говорят, «А, я сейчас быстренько куплю себе машинку и начну вязать на заказ», помимо того, что вы должны много уметь знать, вы должны еще и подстраиваться под... и выслушивать недовольные комментарии, которые обязательно будут, особенно по первости, если вы хотите дорогие вещи какие-то. За шоколадку там все будут довольны, а вот когда за большие деньги, там, ой-ой-ой. Ну, вот мы, собственно, подходим уже к концу, сейчас будем мерить и смотреть, что у нас получается. А, мы же еще не голосовали. Это я забыла, как называется слово. Генератор. Так, ну я уже сшила, сейчас я буду выбирать узелки, уберу машинку, а вы как раз сделайте. Так, ты все закончила? Я все закончила, да? Да, я все снимаю, то есть сейчас вы проголосуете, как раз уберу нитки и, собственно, ну, не проголосуете, а разыграете. Значит, мы сейчас с вами... Вот. Нет, я уже выключила. Мы сейчас с вами проведем розыгрыш. Розыгрыш. Так, даже у меня все одевается бесконечно. По правилам квадрата Некрасовой, посиделок. Значит, вот я набрала хэштег квадрат Некрасовой, он у нас помогает нам найти тех, кто участвует в розыгрыше. Если вы не знаете, как принять участие в розыгрыше, пишите мне на сайте квадрат Некрасовой, в группе есть вся эта информация. Задача состоит в том, чтобы выложить свою фотографию, которая подписана, связана по урокам Некрасовой, попросить, чтобы поделились, если вам нравится, нажмите лайк или репост, и стоит ссылочка на страницу подписки, то есть на страницу подписки на наши визуальные посиделки. И вот этот хэштег, он определяет, я по нему нахожу тех, кто хочет участвовать в этом мастер-классе. И сегодня мы разыграем среди тех, кто выложил свои работы с 21 по 15. Вот 20-го это была Антонина Воскресенья, и мы от нее начинаем отсчитывать. То есть последний человек, который принимает участие, это не позже, чем 15 августа. Это первый, второй, третий, четвертый. И дальше уже идет 15-й, пятый, Марина. Все, пять человек. Пять человек. Значит, по правилам мастер-класса мы берем от одного до пяти и генерируем одно число. Если у того, кто как бы претендент, какая-то ошибка, не работает ссылка, меньше чем 5 лайков, репостов, либо же найдем что-то другое, то он у нас выпадает из розыгрыша. Значит, вот смотрим третий номер у нас. Генератор случайных чисел нам сгенерировал номер 3. Раз, два, три. Марина Сипарова. Пампушка в окошке. Пять ровно лайков, репостов. Смотрим, работает ли ссылочка на подписку. Подписка в рассылку. Все идеально сделано. Поздравляем Марину Сипарову. И Марина Сипарова может выиграть любой мастер-класс из каталога наших вязальных посиделок. Вот отсюда. Который будет у нее... Так, что же такое? Что-то как-то у меня зависло тут. Любой мастер-класс из каталога посиделок за полтора года их существования. Либо же, если у Марины есть какие-то долги, то эти долги с нее списываются. Ну, на этом розыгрыш считаем законченным. И дальше возвращаемся... Да что ж такое-то? Ты лишнего не накрой. Я почему-то не пойму. Не пойму, где нахожусь. Почему-то вот он куда-то убегает. Сейчас мы все-таки постараемся... Так, это здесь. Нет, слушай, не пойму. Где нахожусь, не пойму. Вот здесь где-то нахожусь я. Так, все, ага. Так, ну ты можешь сесть. Только у меня стоит видео. Я хотя бы посмотрю, как выглядит. А, ты можешь сесть? Да. Сейчас покажем, что получилось, пока мы все это разыгрывали. Я сейчас... Сейчас, минуточку. Сейчас уберу. Пушу. Так, Клавдия говорит, очень понятно. Объясняйте для меня, это важно. Так. У меня модель отказалась мерить. Отчет по уроку сказала, не нравится, не буду одевать. Ну, что делать? Учитывайте вкусы вашего заказчика. Конфетку, да, вкусы заказчика и прочее. Наталья Корина говорит, Марина, не может быть. А Клавдия говорит, за вкусняшку попробовали уговорить. Модели, они такие ветреные, да. Да, капризные ветреные, да. Так. Александр опять все пропустил, эх, сегодня. Ну, Александр, вы не в курсе, но вам повезло. Мастер-класс остается в отвертым доступе немножко, так что вы его сможете посмотреть. Ну, я бы вот так вот сюда потянула все-таки. Ну, потянула, просто передавали тебе. Вот такая идеально красивая спина. Вот такой идеально красивый перед. Вот сюда можно делать какие-то завязочки, застежечки. Можно сделать планку. Вот ты, кстати, про планку ничего не сказала. Я ничего не о чем переговорю, там еще непонятно. Да все там видно. Там-то видно, я это контролирую. Так, по поводу длины и ширины и прочего. Вот обратите внимание. Наша модель, вот она, если опустите ей рукава. Вот. Видите, они, мы хоть измеряли с вами до самого конца, за счет того, что здесь все это перегибается, перетягивается, они не до конца идут. Поэтому у Галины тоже три четверти. Поэтому, если вы хотите длиннее, учитывайте вот этот момент. Чем длиннее у вас изделие, тем больше у вас может быть перекос. Поэтому, прежде чем вы вяжете... Чем длиннее изделие, нужно понимать, что тем оно у вас будет более широкое. Тем оно более широкое, а это вот такие нюансы. Поэтому все даже мыть в меру. Вот то, что мы вам показали от руки до руки, и будет немножко коротковато, это вот тот эффект, который... Вот такой секрет, скажем так. Да, вот так. По поводу косички. Вот она косичка с этой стороны. Если вы секционкой вяжете, выбираете контрастный цвет, разделяется. Если вы не хотите косичку, у вас будет разделение вот четко. Зеленое, коричневое, если у вас не однотонное. Будут у вас полоски, здесь вдоль, здесь поперек. Ну, как обычно у нас. Значит, опять же, можно сделать припосадку, да? Можно. Опять же, смотрите. Примерили, вот то, что я вам говорила, когда сшивала. Выяснили, где у вас плечо. На плече делайте. Не на руке, не на локте. Вот здесь вот припосаживайте излишки, чтобы у вас по плечу шло. Теперь по поводу отделки. Если у вас нитка хорошая, она ведет себя по краю нормально, ничего ей делать не надо. Если вы чувствуете, что у вас загибается, во-первых, не делайте плотное. Вот эти вот вещи, они не выносят жесткости. То есть это летящие такие тонкие. Даже если у вас нитка не очень хорошая, вяжете ее очень рыхло, тогда у вас не будут загибаться края. Это первый нюанс. То есть края, как правило, загибаются от плотного вязания. Чем рыхлее вязание, тем меньше загибаются. Чувствуете, что надо, ну, планочку пришейте. Может быть, ну, что еще, да, может быть. Рулик, планочка, ну, крючком. Все в основном отделы крючком. Умейте вязать крючком, но, опять же, впереди всех. Мария, вот ложку дегтя. Вот Мария всегда скажет, девочки, спасибо, все здорово, красиво и полезно, как говорится в детстве Зекона. Но в чем трансформер-то? Ну, на самом деле, трансформер-то состоит в том, что можно надевать сверху вниз, а можно снизу вверх. Вот как бы вот в этом трансформере. То есть он просто симметричный трансформер. У него нету... Ну, как бы мне не уж понравилось обратно, но можно... Не, ну, давай попробуем сейчас. Вот трансформер заключается в том, что можно и так надеть, и вот так. Но вы надеете будет примерно одинаково. Не знаю. Сейчас надеем, посмотрим, как рука затепилась, подожди. То есть вот в этом заключается трансформер, но... Ну, как-то... Ну, немножко мешковатенько получается. То есть как бы вот носить его вот так вот, без резинки, и вот как бы вот, видите, он как бы совершенно-совершенно... А рукава... Совершенно по-другому получается. Да, одни рукава. То есть если носить его вот таким способом, то нужно придумывать, как вот это все удержать, потому как вот оно все куда-то убежит. Ну, трансформер-трансформер, но мы же кофты не надеваем задом наперед. Да, да. То есть он вроде и трансформер, но носить все-таки лучше правильно. То есть правильнее его называть все-таки кардиган. Да, потому что, видите, шея... Это конкретная модель, видимо, все-таки имеет одностороннее применение. Надежда говорит, добрый вечер. Я, кажется, возвращаюсь опять к посиделкам. Так соскучилась по вязалочкам. Девочки, сейчас закончатся огурцы. Вот уже последняя неделя осталась. И будем вязать. И будем вязать. У нас... Возьми вот мешок вот этот. Вот это, да. Вот это заготовки. Вот это заготовки. Там все вываливается. Это заготовки. Как рождаются наши изделия. Проект изделия для посиделок. Вот так вот это выглядит. Вот тут эскизы, проекты. Вот в таком виде. Вот это мы вяжем в следующий раз. В таком виде мне, Светлана, представляет твое изделие, которое мы с вами вяжем. И когда я на нее таращусь, что это? А вот это как тебе? Вот это шапочка. Вот так вот, как бы, вот наши квадраты, они вот так вот и... Вот так вот они рождаются, да. Поэтому, видите, у нас на десяток посиделок, у нас уже макеты есть. Вот, значит, с косичкой красивее. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этими идеями и нашей вот помощью. И победим-таки мы все-таки вязальщиц со спицами. И пусть машинное вязание процветает и становится все больше тех людей, которые вяжут быстро, красиво, с огромным удовольствием, получают за это похвалу, денюжки. Денюжки. И красивые-красивые изделия. Уважение близких. Аккуратные. Аккуратные. Аккуратные изделия, потому что связать вот такое на машине, вы же сами понимаете, ни с какими спицами не сравнить. Может быть, спицами будет какое-то другое изделие и красивее. Ну, там в основном узоры спицами. Вот, узоры, да. Но вот такое вот все-таки спицами, наверное, вязать не стоит. Как вы увидели, что ничего тут такого нет, но спицами умереть не встать. Просто убиться. Так, весело рождаются модели. Так, ну, на этом мы прощаемся, потому что Наталье надо отправляться... В освоясе. В освоясе, да, уже. А мне нужно фотографировать. И напоминаю, что этот мастер-класс будет в запись в открытом доступе примерно неделю. После этого он у нас закрывается. И... Девочки, мы очень надеемся... Мы надеемся, что вы воспользуетесь этим и победите в конкурсе. Если вы победите, напишите нам, чтобы мы знали, что мы приложили... Как бы в вашей победе... В вашей победе есть только нашего участия. Потому что мы делаем для того, чтобы вы действительно побеждали и побеждали себя очень часто и побеждали вот всех остальных, и в том числе всякие невзгоды и бедность и прочее, и всегда были красивыми, счастливыми и довольными. Потому что от того, как вы будете красиво вязать, действительно, очень многое может зависеть. Я переписываюсь с нашими ученицами, и они мне говорят, а мне вот уже новую машинку купил. То есть начинали полгода назад на Неве-2, которую там откуда-то из помойки достали, уже Сильвер купили. Муж увидел результат и говорит, что ты мучаешься, возьми это. Но самое интересное в том, что когда Сильвер есть, то покупают старую Неву-2. Потому что Сильвер не Сильвер. Но свои нюансы. Да, есть свои нюансы. У каждой машины есть свои ключи. Поэтому мы хотим, чтобы нашего полку пребывало. Вы видите, насколько просто всё это делается, насколько эффективно выглядит, насколько просто это делается. Никому не говорите. Берите за свой труд достойные деньги и будьте счастливы. С вами были Светлана Амирьяна. Наталья Некрасова. Ты где? Я там. Да, я там. Ну и прощаемся. До следующих физиальных посиделок. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok